Какова же цель консультирования? У нас есть урок внутреннего исцеления и освобождения, но данный урок не концентрируется на этой области. И этот урок будет сконцентрирован на духовном росте и на принципах, которые вы можете применять в своей жизни и в жизни других людей. И в 1 Тимофея, в 1 главе, в 5 стихе написано, что моя... В 5 стихе написано, цель же увещания или консультирования есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. И Павел в этом стихе упоминает три вещи. И если вы будете помнить этот стих и эти три вещи, три момента на зачете, Итак, давайте прочитаем 1 Тимофея, 5 стих, еще раз. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Павел говорит Тимофею, что он послал его в Эфес с определенной целью. Он должен был послужить Эфесианам. И целью его служения Эфесианам были вот эти три момента, три вещи. Первое – это любовь от чистого сердца. Второе – это чистая совесть. И третье – это искренняя вера. Мы хотим, чтобы люди любили от чистого сердца. И мы хотим, чтобы у людей была чистая совесть. В чистой совести есть сила. Потому что одна из главных тактик врага – это поработить или как бы возложить на верующего ярмо стыда. И мы хотим, чтобы у людей была искренняя вера. Буквально в греческом языке это звучит как вера, в которой нет лицемерия. И когда вы консультируете людей, это должно являться вашей целью. Чтобы были явлены в жизни человека вот эти три вещи. И они будут явлены с Божьей помощью и в нашей жизни также. Давайте посмотрим несколько других стихов, в которых проявляются вот эти три принципа. Давайте к Деяниям 23, к первому стиху обратимся. Что там говорит Павел? Деяние 23, стих 1. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил перед Богом до сего дня». Давайте посмотрим в 24, главу 16, стих. «Поэтому и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Давайте вернемся к 1 Тимофея 1, главе. Это продолжение того, это продолжение той главы, которую мы в самом начале читали. Давайте прочитаем 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Павел говорит в Деяниях, что у него чистая совесть, у него была чистая совесть. И позже, в первой главе, он говорит, он говорит, что Тимофей, были пророчества, произнесенные над тобой. И в соответствии с этими пророчествами, ты можешь сражаться, как добрый воин, хорошим сражением. Но некоторые, которые отвергли веру и чистую совесть, они стали подобны кораблю, который потерпел крушение. Если у нас чистая совесть, если наша вера нелицемерна, и если мы умеем любить от чистого сердца, то наш корабль, он будет держаться правильного курса. И благодать Божья будет нас хранить от того, чтобы нам потерпеть кораблекрушение. И в течение ближайших трех дней, когда мы будем говорить о консультировании, мы будем возвращаться к этим принципам снова и снова. Но вот в этом отрывке я хочу вам представить их. В консультировании есть три аспекта. Три аспекта. Первый. Консультирование помогает людям видеть вещи таким образом, каким видит их Бог. Консультирование помогает людям смотреть на вещи таким образом, как смотрит на них Бог. В этом мудрость. И что же такое мудрость? Мудрость – это способность видеть жизнь. жизнь с перспективы Бога, с Его точки зрения. Сейчас на улице облачно. И, вероятно, видеть на дальнее расстояние сложно. Но, когда я сажусь на самолет, чтобы улетать из Одессы, то самолет, он взлетает сквозь облака, и открывается голубизна. И тогда я получаю способность видеть очень далеко. Так же можно сказать о том, когда ты в лесу. Когда я в лесу, то на дальнее расстояние видеть сложно, потому что деревья закрывают обзор. Но если бы я получил такую способность подняться над деревьями, то я смог бы видеть намного дальше. Бог хочет, чтобы у нас была мудрость. Когда мы, например, находимся в лесу проблем, и эти проблемы, как деревья, они нас окружают. В христианском мире это широко известный лидер. Его служение, оно многогранно и покрывает множество стран по лицу земли, по лицу земного шара. И он, как Соломон, знает много о различных вещах. И однажды я слышал, что он сказал. Каждый день Он говорит, Бог, дай мне мудрость. И для нас важно просить Бога о мудрости. Потому что если мы хотим быть эффективными советниками, мы должны быть способны помогать людям увидеть жизнь с точки зрения Бога. С его перспективы. Понимаете? Вы со мной? И первый аспект консультирования это помочь людям иметь мудрость и видеть жизнь с Божьей перспективы. И второе Это вести их, то есть направлять их к познанию того, что Бог хочет, чтобы они делали. вести, направлять их к познанию того, что Бог хочет, чтобы они делали. И в этом понимании мы, у нас может быть мудрость, Но мы можем не понимать, что же Бог хочет, чтобы мы делали. Что практически я должен делать в следующий момент времени? Однажды, я помню, был исполнен Духом. И я был очень ревностен. У меня было немного мудрости и разумения, но было много ревности по Богу. И я был на церковном собрании, и там был евангелист. И он сказал, что Бог хочет исцелить некоторых из вас сейчас. Если у вас есть что-то, которое вы знаете, что нужно исцелить, если у вас есть какие-то болезни, и которые нуждаются в исцелении, выйдите вперед, Бог хочет исцелить вас. Я пошел вперед. И тогда я носил все время очки. У меня была близорукость, далеко я видеть не мог. Я вышел вперед, и евангелист помолился за меня. И сказал, делай сейчас то, чего ты раньше делать не мог. Я снял мои очки. И сказал, я исцелен во имя Иисуса. Я сел в мою машину. Приехал домой. Ну, в следующую неделю я везде водил машину без очков. И я видел, как один из пасторов в моей церкви. Он сказал, Уэйн, я вижу, что ты очки не носишь. Бог исцелил тебя? Я сказал, да. Я сказал, да. Но он мог бы сказать, что я на самом деле не очень уверен. Он говорит, Уэйн, я хочу понять, ты сейчас видишь лучше, чем раньше? Я сказал, да. Он сказал, Уэйн, ты выглядишь не очень уверенным в этом. Он сказал, посмотри на меня. Он сказал, ты видишь лучше сейчас, чем раньше? Я сказал, нет. Он сказал, ты лучше положишь на твои очки, before you run over somebody. И он сказал, ты знаешь, прежде чем куда-то ехать, одень свои очки. Я хотел угодить Богу. Я хотел быть человеком веры. Я не хотел огорчить Бога. Но у меня не было на самом деле понимания, как это работает. Мне понадобился некто более зрелый в Господе, у которого было немножко мудрости и немножко понимания, чтобы меня проконсультировать, дать мне совет. У меня была такая жажда иметь исцеленное зрение. И я верю, что Бог на самом деле вложил в мое сердце. И интересно, что три года спустя доктор просто чудесным образом, исходя из просто своих собственных мыслей, он просто, доктор, решил сделать мне операцию. И эта операция привела к тому, что я сейчас вижу прекрасно, я вижу далеко. Бог ответил на мою молитву, но это не было так, как я думал оно будет. Недавно мне очки снова понадобились просто для того, чтобы читать. Но вдаль я вижу очень хорошо. Каждый из нас нуждается в определенные моменты в жизни, в чьем-то совете, чтобы просто понять, что нам нужно сделать в следующий момент времени. Совет или консультирование это неплохое слово. В разные моменты нашей жизни мы все нуждаемся в консультировании. И третий аспект консультирования это ободрение людей иметь веру и смирение исполнять то, что хочет от них Бог. И это является праведностью или же послушанием истине. Есть мудрость, есть понимание. И третий аспект консультирования это праведность или послушание истине. Мы должны больше заботиться о том, чтобы быть послушными, чем о последствиях, результатах нашего послушания. Иногда Бог говорит нам делать что-то. Мы начинаем думать, ага, а что нам, чего нам это будет стоить? Каковы будут последствия этого? Так, во что это выльется моей семье? Во что это выльется для моих финансов? И иногда мы просто принимаем решение, что нам будет слишком дорого стоить послушаться, и мы выбираем не послушаться. У людей может быть мудрость и ясное понимание, что делать. Но некоторые люди просто это не будут делать. Иногда своим консультированием мы можем побудить их, будем побуждать их послушаться тому, что Бог, чему Бог говорит, послушаться. У Соломона были феноменальная мудрость и разумение, понимание. Но в поздние годы своей жизни он просто не слушался, не исполнял того, что он знал, он должен исполнять. Необходима вера и смирение для того, чтобы исполнять то, что Бог хочет, чтобы мы исполняли. Вы со мной? Мы только что говорили о цели консультирования, мы говорили о трех аспектах консультирования. И я хочу сейчас дать вам восемь необходимых качеств, которые должен иметь консультирующий для того, чтобы консультировать людей угодно Богу, благочестиво. Восемь качеств, которые необходимы консультирующему для того, чтобы благочестиво или богоугодно консультировать людей. Первый. У консультирующего или у дающего совет должен быть страх Божий? И что есть страх Божий? Заботиться больше о том, что Бог думает по данному вопросу, чем о том, что думаем мы или окружающие. Притчи 25 глава. Притчи 25 с 12 по 14 стих. Притчи 25 12 и 14 стих. Золотая серьга и украшение из чистого золота мудрый обличитель для внимательного уха. Ты знаешь, сказал провербы? Извините, пожалуйста. Псалмы. 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 Извините, пожалуйста. Псалмы. Псалмы 25? 25. Это будет... 24 Псалом с 12 по 14 стих. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его и завет свой он открывает им. 4 Псалом 12 по 14 стих. Псалом 9 10 Теперь будьте добры притчи 9 стих 10 9 глава притчи 10 стих Начало мудрости страх Господень и познание святого разума. Пару лет назад была книга которая стала очень популярной и она называлась интеллектуалы. В этой книге рассматривались люди которые на протяжении последних нескольких столетий они зарекомендовали себя как интеллектуалы то есть люди знания. И в этой книге рассматривалось то образ их мышления их учения и образ их жизни. Слышали ли вы когда-нибудь о Жанне Жаке Руссо? Я. Руссо он был известен как великий интеллектуал. И Руссо написал что государство должно отвечать за детей. Но если бы вы проследили его жизнь у него были дети от различных женщин. и он буквально выбросил этих детей на улицу чтобы они росли сами по себе. И пытаясь прикрыть свое плохое отцовство и нежелание быть хорошим отцом он развил теории пытаясь исполнять цель которой была успокоить его собственную совесть. И эта философия просто оказала влияние на Европу, Россию и множество стран. Карл Маркс и человек он был чрезвычайно аморальный. И все интеллектуалы которые в этой книге показываются они были сами по себе чрезвычайно аморальными людьми. у них не было страха Божьего. Потому что страх Божий это начало мудрости. И познание святого это разум или понимание. если у нас нет страха Божьего. Как мы можем кому-то дать совет? Каким образом мы можем дать кому-то что-то хорошее которое ему поможет? Руссо и Карл Маркс они не были людьми которые могли бы дать хороший совет. Потому что у них не было страха Божьего. нужно что-то нужно обладать страхом Божьим. И советник или консультирующий должен обладать страхом Божьим. Мы все должны обладать страхом Божьим. И я сейчас помолюсь чтобы страх Божий он больше пришел на нас. Отец я чувствую давление и я сейчас молюсь Господь в моей жизни и в каждой жизни присутствующей Усиль наш страх Тебя. И Господь мы знаем это не плохой страх. Это хороший страх. Это осознание уверенность в том что Ты присутствуешь. Это знание то что ты видишь каждую мысль каждое чувствование и каждое такое расположение нашего сердца. Бог и Ты воздашь нам и за добро и за зло. Боже дай нам думать так как Ты. Пусть Ты всегда будешь в наших мыслях. Господь дай нам веру и смирение послушаться Тебе. Господь даже если мы не чувствуем так. Даже если демоны будут шептать наши в уши и убеждать нас не делать этого. Помоги нам Бог. Бог мы все согрешаем. Мы все ошибаемся. и мы нуждаемся в Твоей милости. Господь укрепи усиль наш страх Тебя. Боже сделай нас более близкими к Тебе. Усиль нашу любовь к Тебе. Господи дай нам давать хорошие советы. дай нам быть верными верующими которые будут идти всю свою жизнь в страхе Божьем. Во имя Ишуа. Аминь. Интересно, когда я молился, я вспомнил кое-что. когда я много лет назад читал книгу Неемии, и Неемая говорил о человеке по имени Ханания. И об этом человеке он сказал всего лишь один стих. Да, он был лидером вот там что-то связанное с крепостью в Иерусалиме. И написано, что он боялся Бога больше других. Больше, чем другие люди. Я вам сейчас дам этот стих. Я вам сейчас прочитаю этот стих. В 7 главе 2 стих. «Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный». Сказано, что он был начальник, он был верный человек, и боялся Бога более многих. Я прочел этот отрывок годы назад и Дух Святой проговорил меня. И он сказал, «Я хочу, чтобы ты этим стихом молился о будущем муже для твоей дочери». И буквально с возраста, когда моя дочка была очень маленькая, а сейчас ей 16 лет, но тогда она была очень маленькой, я всегда молился за Хананайя. Я назывался Хананайя. Я имя Ханании ежедневно упоминал в молитве. Я говорил, «Боже, будь с Джулией и Хананией сегодня». И она сказала, «Пап, не говори этого имени». Я думать о мужа не хочу. И я молился, «Боже, пусть он боится тебя больше, чем другие люди». Я взывал к Богу за того молодого человека, который где-то сейчас в мире находится. чтобы он был верным человеком и боялся Бога более, чем другие. И это прекрасная характеристика тех людей, которых мы любим. Хорошо, давайте иметь перерыв. не ли, не ли,